здравствуйте сегодня я рад снова приветствовать вас на нашем youtube-канале и нот по стригун сегодня у нас на обзоре новинка от wall их беспроводной триммер wall cordless detailer ли до этого у них уже был беспроводной триммер wall cordless detailer отличие на две буквы но ничего общего у них в общем-то не было та модель была не очень-то удачная практически провальная никто ее не покупал и вот они наконец-таки посмотрели на то что успешно крепают китайцы подделки да и сделали практически то же самое но только уже сами с усами ну давайте посмотрим что же у нас тут такое на обзоре коробка на лицевой стороне конечно же изображен сам триммер гораздо интереснее то что изображено на оборотной стороне в первую очередь нас интересует комплектация здесь мы видим что должен ходить комплект триммер подставка сетевое зарядное насадки красные труселя масло щеточка для чистки и щетка сметка пиктограммы указывают основные какие-то характеристики 3 насадки т-образный нож нож может быть выставлен в ноль литий-ионный аккумулятор который обеспечивает 100 минут работы ну и легкий этот момент спорный дальше поговорим о конкретных цифрах хорошо распаковываем внутри коробки у нас еще одна коробка коробочка симпатичная необычный белый картон как у других машинок волк на такой вот разукрашенный внутри у нас лежит сам триммер лежит сетевое зарядное устройство лежит у нас инструкция такая очень небольшая масло щеточка еще одна щеточка побольше насадки три штучки красные труселя и наконец-таки зарядная подставочка итак ну давайте начнем с не менее важно инструкция поскольку триммер этот официально еще не продается в россии вот этот конкретно мы привезли из сша но здесь на русском языке ничего нет все только на буржуинских языках а дальше щеточка щетка это щетка сметка для удаления волос но тем не менее она довольно жестковатая поэтому не рекомендую использовать ее на нежной коже допустим у детей ну лучше подыскать что-нибудь получше также понятно масло щеточка для чистки это в общем то стандартно для всех валовских машин и наконец насадочки насадки здесь три штуки также как у проводного детейлера полтора три четыре с половиной миллиметра насадки на защелки надеваются на нож и защелкивается в задней части чтобы не слетели ну на мой взгляд насадки для триммера это вещь бесполезная зачем нужна насадка полтора миллиметра если у вас есть машинка которая точно также может стричь полтора миллиметра красные труселя но это вообще без комментариев вол постоянно пишет на упаковке что красные труселя обеспечивают профессиональное качество правда для меня непонятно каким образом они обеспечивают профессиональное качество чем хуже допустим черные труселя ну ладно и наиболее интересно здесь это подставочка подставочка удобная удобная на за счет своего веса вес такой ощутимый соответственно есть надежда что она дуновение ветерка у вас не опрокинется подставка служит не только для хранения но и для зарядки то есть сетевое зарядное устройство может вставляться как напрямую в триммер так и в подставочку причем гнездо в подставке вращающиеся соответственно вы можете поставить подставку как вам удобно и запрятать уже шнур в ту или иную сторону но это довольно таки хорошее решение и так на этом с рассмотрением аксессуаров можно сказать закончили переходим уже к рассмотрению триммера триммер очень похож на свою проводную версию он стал немножко длиннее за счет того что помимо мотора на в проводном кроме мотора и выключатель ничего не было здесь добавился еще аккумулятор из-за этого корпус стал немножко длиннее ну где-то на 2-3 сантиметра длиннее эргономика осталась в общем-то прежняя длина корпуса особо не повлияло непонятно зачем оставили вот этот бугорок на проводной версии здесь у нас был выключатель в жопе воткнут поэтому был такой выступ на корпус а здесь выключатель переместили в более удобное место там же где он был установлен у всех китайцев на всех китайских подделках на мой взгляд это гораздо более удобное решение когда выключатель прямо под пальцем выключатель у нас с насечками так что он не проскальзывает также изменили нижнюю часть корпуса если у проводных детейлеров здесь какой-то беспонтовый гладкий бордовый пластик очень дешево смотрящийся то здесь пластик такой же перламутровый как и на этой верхней ставке и кроме того здесь есть пупырышки для того чтобы во влажных руках у нас триммер не скользил поэтому триммер в руке лежит довольно хорошо единственное вот эта хромированная вкладка она конечно же очень сильно марается и кроме того она бликует сами видите то есть можно ловить блики при ярком салонном освещении при работе здесь есть индикатор когда у нас заряда много индикатор горит постоянно когда у нас заряд кончается как сейчас начинает подмигивать но на самом деле он не очень-то удобный потому что во многих ситуациях он будет полностью закрыт рукой но вот сейчас он горит или мигает скажите мне пожалуйста вы не скажете и в отличие от мозговских вот как только мы выключаем индикация пропадает то есть это не очень удобно на мозговских машинках мы включили он мигает выключили он продолжает мигать то есть мы положили машинку и видим в каком состоянии у нее зарядка здесь этого нет хорошо дальше вес вес 190 грамм это не много и не мало это ровно столько же сколько было у проводного детейлера на этом отличие может быть в пару граммов есть не тяжелый не легкий то есть вес как раз таки довольно удобный для того чтобы хорошо ощущать триммеру руке конечно большинство триммеров имеет вес значительно меньше порядка 120 граммов но здесь тяжеленький но это не та тяжесть которая вам отрывает руку дальше нож нож здесь используется абсолютно тот же самый что на широком проводном детейлере то есть это 40 миллиметровый нож хотя официально пишут что 38 миллиметров непонятно откуда такая цифра на 40 миллиметров но этот нож тоже не 38 это нож где-то 36 миллиметров т-вайт то есть это хорошо нож этот недорогой если вдруг затупился не надо будет переплачивать вдвое как это бывает когда выходят какие-то новые модели с новыми редкими ножами мотор вторая по важности деталь любого инструмента после ножа это мотор мотор здесь роторный само собой мотор на 3 ватта это примерно столько же сколько у большинства машинок для стрижки профессиональных и примерно в два в три раза больше чем у большинства конкурирующих без проводных триммеров то есть здесь с большим запасом мощности хотя все равно вдвое слабее чем в проводной версии версии но вам этих трех ватт хватит за глаза на все виды работы аккумулятор здесь стоит литий-ионный по заявлению производителя до 100 минут работы и в инструкции не указано типичное время полного заряда указано только что на первую зарядку потребуется от 45 до 60 минут то есть где-то 60 минут должна быть стандартная зарядка от 0 до 100 процентов даже если у вас разрядиться ничего страшного данный триммер в крайней ситуации можно запитать и от шнура и работать от шнура но делать это постоянно не рекомендую это только как крайне мера поскольку и разъем разболтается и шнур он тоже если много им работать перегибается выходит из строя хорошо что же у нас стоит внутри там какие-то супер-пупер микросхемы как у мозера либо там такая же начинка как у дешевых машинок вроде wall cordless super taper или wall cordless magic clip давайте посмотрим что же там внутри для того чтобы посмотреть что внутри нам понадобится открутить четыре винта в нижней части нашего триммера но давайте открутим после того как открутили винты у нас верхняя вот этот серебристая накладочка легко снимается под ней еще одна крышечка черного цвета она тоже снимается довольно легко достаточно ее просто чем-нибудь подковырнуть она на защелках но защелки очень мягенькие то есть никакого ощущения что вот-вот сейчас что-нибудь отломаем у нас нет снимаем выпадает здесь у нас кнопочка выпал там где-то неодимовый магнит главное его не потерять ну потом мы его еще найдем хорошо что мы видим внутри внутри мы видим мотор на моторе какой-то внятной маркировки нет всю начинку мотор аккумулятор и схему можно вынуть одним разом давайте посмотрим что же у нас тут на моторчике за маркировка где-то она тут была итак маркировка стандарт мотор RS 380 st 40 44 dv ну мне эта маркировка честно говоря ни о чем не говорит кто же там производитель для меня не совсем понятно я думаю как всегда это что-то очень китайское аккумулятор зачем-то на нем скотчем заклеена вот эта часть но я уже отклеивал могу сказать что там написано что аккумулятор изготовлен специально для wall clipper corporation емкость 504 ватт часа то есть делим на 100 минут как раз получаем мощность мотора 3 ватта схемка примерно такая же как в беспроводном тапке или беспроводной магии то есть фактически это просто схема зарядки какой-то хитрая схема регулировки тока на мотор нет поэтому при разряде аккумулятора обороты могут немножко проседать хорошо дальше что стоит отметить здесь wall подсмотрела не только расположение выключателя китайцев но и наконец-таки они посмотрели как нормальные люди в нормальном китае делают крепление ножа напомню что на проводном дитейлере у нас вот эти вот винты вкручиваются во втулки которые прямо впрессованы в корпус и периодически если сильно мы закручивали винты эти втулки выдергивала корпус трескался и надо было его менять здесь нет здесь используется специальная закладная пластина стальная которая там с одной стороны корпуса и у нее втулки для закручивания винтов проходит через корпус получается что корпус у нас зажимается между этой пластиной и ножом и корпус даже при сильной затяжке не страдает да то есть вот они эти втулочки видите что между ними и корпусом есть промежуток то есть на корпус ничего не дает хорошо давайте попробуем сделать выводы триммер довольно интересный хорошие характеристики хороший баланс хороший мотор с хорошей мощностью хороший запас хода 100 минут есть быстрая зарядка на подставке то есть работать он может вечно из минусов только ценник ценник примерно в два раза выше чем у проводной версии что конечно же не может не печалить в остальном довольно хорошее решение если вдруг я что-то еще не рассказал какие-то вопросы задавайте их в комментариях под видео в описании видео будут ссылочки на то где его купить также вступайте в нашу группу вконтакте под названием минут по стригун но и можете найти нас в инстаграме тоже подписаться опять же минут по стригун на этом пожалуй все спасибо за просмотр им ставьте пальчики вверх пока пока